Мой доклад будет посвящен… Я хотел порефлексировать вместе с вами на тему о том, как мы движемся сейчас в сегменте кибербезопасности, именно промышленной. На форуме присутствуют в большей части представленные вендоры, интеграторы. Это, наверное, говорит о том, что усилие регулятора по импортозамещению, и многие из них – это отечественные вендоры, приносят определенные результаты. Наверное, можно сделать вывод. Но с учетом того, что предприятий представлено несколько меньше, наверное, как раз встает вопрос о том, как мы общаемся, как мы взаимодействуем. Возможно, в этом виноват ковид, что такое представительство небольшое, а возможно, все-таки есть какие-то проблемы в диалоге между информационной безопасностью и руководителями предприятий. И вот хотелось бы на эту тему немножко тоже порефлексировать сегодня. И начать я хотел с небольшого такого опроса, который нас откатывает буквально на 20 лет назад. Наш коллега, известный эксперт по кибербезопасности, именно промышленность, сфокусирован в промышленной сфере, Дэйл Петерсон, американский эксперт, недавно, в конце прошлого года, столкнулся со статьей, посвященной достаточно детальному разбору вопросов, насколько воздушный зазор и закрытые промышленные протоколы защищают от кибератак. И он взмутился, удивился этому, поскольку, говорит, мы уже 20 лет обсуждаем этот вопрос, ну вот в Соединенных Штатах они 20 лет обсуждают, мы в активном режиме где-то 3 года с принятия 177 ФСЗ обсуждаем этот закон. Ну и возмущение его было связано с тем, что он говорит, сколько можно об этом говорить, уже столько времени прошло, и он решил провести, сделать небольшой опросик, вот результаты его здесь представлены, среди аудитории, которая слушает, следует за Дэйлом. То есть это наши с вами коллеги, аналогичная аудитория, как здесь представлена, те, кто погружен в вопросы кибербезопасности именно промышленной, понимают, соответственно, и знают, что происходит в этой сфере. Ну и, так сказать, вот 105 человек проголосовали, результаты опроса такие, в общем, потрясающие. То есть вопрос звучал так, да, какое количество, на ваш взгляд, какое количество предприятий на сегодняшний момент, ну то есть вот вы все, так сказать, кто общается с предприятиями, на ваш взгляд, вот по вашим ощущениям, какое количество предприятий, так сказать, преодолели вот этот вот миф о воздушном зазоре, ну и, соответственно, предлагаемые варианты, вот меньше 10% предприятий не верят в воздушный зазор, ну там вот два диапазона еще даны, и, соответственно, последний вариант, больше 50% предприятий, там, собственно, так сказать, этот миф еще не преодолели, да. То есть, соответственно, так сказать, мы видим ответы, да, то есть почти 40% сказало, что встречаются с тем, ну, постоянно встречаются с тем на производствах, на предприятиях, что там и руководители, и менеджеры, да, так сказать, они все еще верят в воздушный, в существование воздушного зазора. Ну и всего 25%, так сказать, сказало, что, так сказать, менее 10% предприятий там верят в этот миф. Второй вариант крайний, да, так сказать, больше 50% предприятий все еще, так сказать, мыслят в категориях наличия воздушного зазора. Есть такие? Ну да, вот я, собственно, так сказать, достаточно часто сталкиваюсь именно с таким вариантом и больше склоняюсь как раз к этому варианту. То есть, ну, какие можно, в принципе, из этого сделать выводы, несмотря на то, что вот коллеги привозили до этого выводы там доводского форума, да, который недавно прошел, и, соответственно, так сказать, он включил кибербезопасность в там 10 основных приоритетов, да. То есть, несмотря на это, если мы опускаемся в какую-то предметную там область, и в данном случае, вот в нашем, в нашем случае, да, так сказать, именно промышленную кибербезопасность, да, то есть мы видим, что, так сказать, достаточно медленно меняется, то есть, ну, человек такое существо, да, в принципе, мы достаточно медленно меняемся, да, так сказать, И путь, который проделали наши коллеги в Соединенных Штатах в течение 20 лет, и путь, который мы проделали в течение трех лет, здесь можно сравнить и сказать, что действительно нам еще предстоит достаточно большая работа. И вопрос именно, о чем мы говорим с руководителями предприятий, с бизнесом, когда мы разговариваем про промышленную кибербезопасность, насколько нас слышат и насколько эффективны эти разговоры. Ну и, соответственно, здесь стоит посмотреть именно на то, что волнует бизнес, что волнует руководителей предприятий. Понятно, что в первую очередь, да, ну и насколько, как бы, вот эти вот вызовы, которые волнуют бизнес, да, они связаны действительно с кибербезопасностью. То есть, очевидно, да, так сказать, там любого руководителя предприятия в первую очередь волнуют экономические показатели, то есть развитие предприятия, успешное, так сказать, и устойчивое положение на рынке, да, то есть экономические показатели. И, соответственно, на сегодняшний момент мы можем констатировать то, что достаточно быстро все меняется, так сказать, вот там из последних примеров тот же, так сказать, КОВИД, да, вносит такие, так сказать, сложные корректировки в принятие решений, так сказать, влияет на принятие решений, да, так сказать, руководителей. То есть, например, там в прошлом году мы все наблюдали, как транспортная отрасль, да, у нас практически схлопнулась, да, и, так сказать, это произошло очень резко. А наоборот, нагрузка, например, на телеком, на каналы связи, да, она резко возросла. То есть все меняется достаточно быстро, да, цены на нефть тоже, которые влияют сильно на нашу экономику, да, они постоянно меняются, так сказать, вот там погода поменялась, да, сейчас вдруг они стали расти. Но этого они, соответственно, резко падают. Технологические тренды, да, так сказать, второй момент, который там серьезно влияет и, так сказать, который рассматривает руководители предприятия, да, тоже точно так же, так сказать. То есть сейчас у нас на повестке дня вопросы, там, четвертой промышленной революции, да, это связано с внедрением новых технологий. И, там, если сравнить, здесь тоже, там, провести параллели, сравнить, как быстро, там, эти процессы менялись, там, ну, если взять, там, тоже первую промышленную революцию, да, от первой до второй, да, так сказать, там, эти изменения от парового двигателя до электричества происходили практически, там, сотню лет, около сотни лет, то, если, там, взять промежуток между третьей и четвертой индустриальной революцией, то это, так сказать, меньше, в принципе, десяти лет. То есть это в начале 2010-х годов, там, появился у нас, так сказать, появился тренд, там, третьей промышленной революции, да, зеленые технологии. И, соответственно, так сказать, там, уже в 15-м году мы, там, начали разговаривать про четвертую промышленную революцию. То есть все меняется достаточно быстро, и здесь хотелось бы отметить, что вот эти изменения, так сказать, они носят уже такой нелинейный характер. То есть мы, как, там, человеку больше свойственно, так сказать, там, и привычно какие-то линейные изменения, и, соответственно, так сказать, реагировать быстро на вот такие экспоненциальные изменения нам сложно. И то же самое касается, соответственно, так сказать, вопросов информационной безопасности. То есть руководители предприятий, как правило, так сказать, ну вот живут еще в этой парадигме воздушного зазора, да, так сказать, как мы видим, не только здесь у нас, да. И здесь, наверное, ну и, соответственно, так сказать, откладывают решение вопросов информационной безопасности, либо не очень понимают, собственно, так сказать, зачем их решать. И, так сказать, от этого как раз зависит, в общем, достижение нашей, нами вместе, так сказать, вот этой нашей цели, так сказать, действительно безопасного производства. Единственное, так сказать, вот из трендов, которые тоже достаточно важны и сейчас там активно рассматриваются тоже руководителями, так сказать, предприятий, то, что вот мы видим и наблюдаем, это деополитический фактор. Да, и здесь тоже, так сказать, наверное, надо сказать о том, что регулятор приложил к этому руку, то есть в большинстве случаев там крупные предприятия, это в основном касается крупных предприятий, то, что мы видим, да, и, соответственно, крупных, и монополий, да, так сказать, действительно регулятор донес свою мысль, свою идею о том, что кибервойна на сегодняшний момент это, очевидно, самый эффективный способ введения там каких-то противоборств, да, и действительно, то есть самый дешевый и самый эффективный, действительно отключить всю страну от той же электроэнергии достаточно быстро и просто, выключив абсолютно все процессы. И в этом плане крупные предприятия действительно приняли на сегодняшний момент у себя программы комплексные по модернизации системы информационной безопасности, движутся в реализации этих программ. Но сказать, что, например, все разделяют смыслы этих программ и все их понимают внутри этих предприятий, тоже достаточно сложно на текущем этапе. Ну и, соответственно, о чем мы говорим, то есть как мы говорим с руководителем предприятий, на сегодняшний момент о чем, да, то есть мы говорим, и все на самом деле уже это знают, и результаты даотского форума нам это показывают, что действительно мы видим кратное увеличение количества кибератак ежегодные, увеличение сложности этих кибератак. Вот для руководителя предприятия вопрос, что это, так сказать, это какая-то цифра на табло там за окном, да, которое, так сказать, его там касается или нет. То есть есть на сегодняшний момент в компании инструменты, которые там могут как-то померить действительно, так сказать, и как-то объективно показать, какое количество там кибератак произведено на мое конкретное предприятие, да, какое, соответственно, так сказать, количество инцидентов было, насколько, соответственно, так сказать, оно поменялось по сравнению с прошлым годом, да. Есть такой инструментарий или нет, то есть вопрос. Вопрос. Далеко не везде. Цифровая трансформация – это то, о чем мы говорим. Мы говорим, что вы сейчас внедряете новые технологии, четвертая промышленная революция, без этого вы не можете быть конкурентоспособными и успешно развиваться. Вопрос. Насколько вы на сегодняшний момент готовы учитывать, когда вы планируете внедрение новых технологий, фактор кибербезопасности и планировать его на ранних этапах, чтобы эти технологии были защищены и в определенный момент не остановились, предприятие не остановилось. Тоже ответ на этот вопрос такой, повисший в воздухе. Ну и понятно, что самый главный вопрос и самая большая проблема, о которой тоже здесь уже не один раз говорили, это кадровое обеспечение предприятий именно специалистами в информационной безопасности. Особенно, когда мы говорим про промышленную кибербезопасность, то мы все прекрасно понимаем, что специалистов, которые понимают специфику и АСУТП, и ИБ, их вообще штучное количество на сегодняшний момент на рынке. И здесь также вопрос. Это те люди, которые на самом деле ведут диалог с руководителями и с бизнесом. Насколько понятный этот диалог бизнесу и руководителю. И, соответственно, вообще в принципе руководители уделяют на сегодняшний момент время, ресурсы, поиску таких людей. Говорить про обучение, наверное, тоже нужно и сложно, но это все-таки не задача предприятий, это скорее задача все-таки больше образовательных учреждений и политики тоже регуляторы. Если опуститься прямо в предметную область, посмотреть сверху на нее, то, соответственно, о чем мы дальше говорим с руководителями предприятий? Мы показываем определенные диаграммы и графики. С левой стороны мы видим диаграмму количества опубликованных уязвимостей АСУТП по годам. Соответственно, 2020 год здесь не присутствует, но если его добавить, тенденция не поменяется. В принципе, что можно констатировать? Мы можем сказать, что в АСУТП в технологическом сегменте мы видим в среднем в коридоре 25-40% ежегодный прирост количества опубликованных уязвимостей. Опять-таки, здесь речь идет только о опубликованных уязвимостях. То количество уязвимостей, которые по АСУТП системам не опубликованными, находятся, скажем, в стадии проработки, еще не открыто, их в этой статистике нет. И здесь, опять-таки, важный момент, который нужно отметить, и коллеги из лаборатории Касперского, и наши исследователи уже не один доклад делали на эту тему. Наше исследование уязвимостей АСУТП в итоге приводит к тому, что мы производителям АСУТП передаем эту информацию и дальше наблюдаем, как эти уязвимости исправляются. Как правило, на исправление этих уязвимостей у производителей АСУТП уходит в среднем больше года. То есть это, так сказать, дистанции такие, достаточно большие. Да, ситуация там постепенно меняется в лучшую сторону, но пока что сказать, что какой-то прорыв здесь происходит, нельзя. Ну, справа на диаграмме показаны по 2019 году распределение, соответственно, вот этих количеств уязвимостей по вендорам АСУТП, ну и, соответственно, показана диаграмма распределения по критичности найденных уязвимостей, то есть по их, соответственно, влиянию на саму инфраструктуру, на технологический процесс, так сказать, в случае реализации каких-то из уязвимостей. Да, опять-таки, мы здесь видим на этой диаграмме в основном, ну, точнее, не в основном, а мы видим только лидеров, соответственно, рынка. То есть это компании все крупные, да, все компании западные, производители АСУТП, они все с большой историей, у них у всех, так сказать, богатый опыт в разработке, у них есть средства на то, чтобы на самом деле заниматься, так сказать, вопросами информационной безопасности. Да, и, несмотря на это, мы видим, что, да, так сказать, ситуация, ну, она достаточно такая сложная, тяжелая, да, и здесь, что еще хотелось бы, так сказать, ну, вот в этом рейтинге, да, нету отечественных производителей АСУТП. И с учетом импортозамещения мы все прекрасно понимаем, что, так сказать, там, этот сегмент рынка, да, наши отечественные производители АСУТП фактически сейчас там восстанавливают, восстанавливают этот сегмент, там, с нуля занимаются разработками, и они не настолько, так сказать, большими инвестициями обладают, как вот представленные, да, так сказать, мировые лидеры. И, естественно, понятно, что там, так сказать, когда мы поглубже посмотрим на вопросы информационной безопасности, да, то там, ну, понятно, так сказать, тоже потребуется достаточно большая работа, то есть нельзя сказать, что это там абсолютно на сегодняшний момент там безопасные и защищенные решения. Ну и, соответственно, так сказать, вот в результате всех вот этих вот диалогов, да, которые мы ведем, и вот, собственно, тех показателей, которые мы пытаемся обсуждать с руководителем предприятия, с бизнесом, да, так сказать, хотелось бы теперь посмотреть, так сказать, ну, как быстро мы движемся, то есть насколько мы продвигаемся к действительно защищенной промышленной инфраструктуре, да, собственно, так сказать, как это посмотреть, я взял оценку рынка, ну, то есть я решил в качестве индикатора взять просто там оценку рынка, так сказать, по конкретному сегменту, соответственно, по конкретному классу продуктов, да, так сказать, ну и, соответственно, так сказать, класс продуктов, который находится и востребован только для кибербезопасности промышленных систем, систем, это решение промышленной НТИ, если говорить про конкретные продукты, это наш PTI-SIM, либо КИКС лаборатории Касперского. Ну и, соответственно, если посмотреть на эту диаграмму, мы оцениваем емкость рынка российского, потребность рынка в таких решениях более триллиона рублей на сегодняшний момент. И, да, это наша оценка, она, скажем так, пессимистичная оценка, на самом деле, рынок больше триллиона, значительный. И если посмотреть, Positiv был первым, кто выпустил российский продукт в этом классе на российском рынке, и, соответственно, это было в 2016 году, до 2016 года там не было каких-то внедрений, я, например, не знаю, не слышал, что были внедрения таких решений именно в промышленные сегменты в российской промышленности. И если вот с 2016 года посмотреть, и опять же, так сказать, мы сделали оценку, ну мы регулярно это делаем, оценить, насколько проектов реализовано и нами, и всеми нашими конкурентами, то мы видим, что это, так сказать, цифра менее 1% от этого объема. То есть, получается, что за 4 года мы, соответственно, закрыли менее 1% потребностей рынка, да, так сказать, в таких решениях. Ну и, соответственно, так сказать, легко сделать выводы о том, что сколько нам времени потребуется, чтобы закрыть там 100%, да, так сказать, ну примерно 400 лет, да, так сказать, вот если исходить из таких вот темпов, если мы дальше будем двигаться такими темпами. Да, опять-таки вопрос, вот, как бы, насколько, так сказать, действительно, то есть, вот эта картинка там иллюстрирует, насколько действительно мы эффективно ведем диалог с бизнесом, насколько бизнес уходит от понятий воздушного зазора, то сказать, готов уйти от воздушного зазора и, соответственно, перейти в плоскость действительно решения задач кибербезопасности. Что мы предлагаем? На самом деле не только предлагаем, но и практикуем, да, на сегодняшний момент. Мы, в общем-то, так сказать, видим, что необходимо переходить в практическую плоскость и к обсуждению именно там практических задач кибербезопасности с бизнесом и связывать как раз эти задачи с непосредственными вызовами, которые в первую очередь там бизнес интересует. То есть, да, вот там в течение этого форума, так сказать, здесь там и регулятор выступал, да, так сказать, и в стеках и ФСБ, то есть мы видим, что есть много вопросов, там по закону, да, так сказать, возникает много коллизий, много вопросов, на которых нет однозначных ответов. Это действительно так. И там, наверное, непродуктивный путь опираться в данном случае только на там какие-то инструкции и законы, что о чем, собственно, так сказать, тоже, то есть эта мысль, так сказать, уже там звучала, да. И как перейти к вот какому-то диалогу практическому, который нас будет вести к результату, да. Да, очевидно, что там бизнесу, который в первую очередь заботится о стабильности, там, ну и не только бизнесу, там, любому там государственному предприятию, да, в первую очередь заботится о стабильности и там развитии своего предприятия, да, очевидно, так сказать, в практической плоскости ему интересно выделять средства, ему понятно, да, так сказать, опять-таки информационная безопасность, которая будет там непосредственно приносить пользу, так сказать, именно вот основным процессам бизнеса. Да, как это сделать? Мы предлагаем четыре шага, предлагаем начинать с того, что мы приходим к бизнесу и обсуждаем с ними набор недопустимых рисков, которые могут привести к разрушению предприятия, к разрушению бизнеса, к его остановке. Здесь, конечно, в первую очередь это те параметры, которые может назвать сам бизнес. То, что его интересует, что он хочет защитить. Это может быть к разу каких-то финансовых средств. Опять-таки вопрос, сколько для бизнеса критично и чувствительно. Один доллар у него украдут или миллион долларов. Это надо как раз определить, это может сказать только бизнес. Или это остановка турбины, которая остановит точно так же бизнес компании. Это диалог, который должен быть выстроен непосредственно с руководством, непосредственно с людьми, которые отвечают за благосостояние и благополучие предприятия. И, соответственно, сделав этот первый шаг, второй шаг, который мы предлагаем, это верификация этих недопустимых событий, недопустимых рисков. Как правило, набор этих рисков небольшой после обсуждения, но дальше нужно действительно проверить, а можно ли эти риски реализовать. Для того, чтобы не вкладывать деньги в то, что действительно не требует этих вложений. И на этом шаге, как правило, как это происходит, то есть наша команда исследований, команда наших хакеров действительно демонстрирует возможность реализации тех или иных рисков по тому списку недопустимых событий, которые мы определили. На основе полученных результатов, это делается вместе с ИБ-командой заказчика, на основе полученных результатов мы уже анализируем и планируем и реализуем процесс трансформации именно кибербезопасности предприятия. В процессе этого проектирования действительно рождаются решения, которые позволяют обеспечить защиту от тех недопустимых событий, которые бизнесу интересны. И поэтому бизнес понимает, зачем он вкладывает эти деньги и, соответственно, как он вкладывает. И после того, как этот этап реализован, последний этап – это уже некая независимая проверка того, насколько внедренное решение эффективно. И здесь мы привлекаем наших коллег, например, в ту же лабораторию Касперского, хакеров лаборатории Касперского, которые проводят независимо, тестируют и пытаются реализовать те же самые недопустимые события, которые мы с бизнесом определили. При этом уже команда самого предприятия, команда заказчика, используя уже выстроенную систему, пытается эти риски остановить, предотвратить и показывает, возможно это сделать или нет. С помощью этих четырех шагов мы можем выстроить понятный диалог с бизнесом, говорить на одном языке с ним и построить действительно эффективную систему киберзащиты. При этом, естественно, мы учитываем в том числе и требования законодательства, но в основе все-таки лежат практические аспекты, практическая безопасность. Ну и, соответственно, что мы для этого используем, наш инструментарий, я не буду подробно останавливаться на всех наших решениях. Вы знаете, что позитивы на сегодняшний момент есть решения и для промышленного сегмента, и для корпоративного сегмента, решения для создания ИСОКа, для автоматизации процессов, выполнения законодательства. Но самое главное, это наши экспертные сервисы, которые мы предоставляем, и наши образовательные в том числе сервисы. То есть понятно, что мы прекрасно понимаем тоже дефицит кадровый, который присутствует на рынке, пытаемся здесь тоже в этом процессе участвовать, насколько мы можем и вкладываться в это. И вот платформа, которую мы реализуем и которую, соответственно, на третьем шаге мы создаем, она в себя включает, то есть я просто хотел сказать, что она в себя включает не только решение позитива. Понятно, что мы не можем только нашими решениями закрыть всю задачу целиком, когда мы говорим о комплексном решении. Естественно, мы говорим об некой экосистеме наших партнеров, которых мы также привлекаем к реализации, собственно, вот этих четырех шагов, вот этой парадигмы практической кибербезопасности. И опять-таки в процессе создания и выстраивания этой системы мы обучаем персонал заказчика, службу информационной безопасности заказчика, естественно, пользоваться этой системой. Понятно, что это не исчерпывающее обучение, но серьезные практические навыки мы даем. Ну и, соответственно, сопровождаем после этого, это поддерживает силами наших экспертов. Вот. Ну, у меня все. Спасибо большое.